Верхом от Волгограда до Севастополя конный переход длиною в два месяца пройдено более тысячи километров, около 60 городов и поселков. И вот сегодня казаки наконец в Севастополе, чтобы вместе с крымчанами отпраздновать День России. Крым нас встретил хлебосольно, мы видели слезы радости на лицах, мы понимали за время 25-летия, как им было тяжело. А сейчас у них улыбки радости, слезы радости. Казаков встречает город русских моряков. На улицах тысячи людей, чтобы почувствовать непередаваемую праздничную атмосферу. В город-герой съехались туристы со всей страны. Елена с мужем в легендарный Севастополь приехали из Брянска специально на День России. И мы всегда верили, что Севастополь это русская земля. И что вернется в Россию. Вот назад сбылась и наша мечта, что город вернулся. И Крым. В состав нашей страны. Город русской славы в цветах триколора. Многие крымчане до сих пор не могут поверить. Их мечта сбылась. Крым и Севастополь уже больше года в составе России. Праздник, ура! Мы вошли в Россию, мы вернулись домой. Мы севастопольцы. Родной дом Россия. Мы в России все, все и душой, и сердцем любим Россию. И когда пришел этот год тому назад, вот прошел, да, и все равно вот это чувство патриотизма, чувство любви к Севастополю, оно у нас осталось все время. Все пришли сюда для того, чтобы сказать спасибо. Севастополь это легенда Крыма вообще. И не только Крыма, но и всей России. Это город-герой. Что встретить здесь, прям слезы декут потом от всего от этого. Концерты, театрализованные представления и шествия сейчас идут по всему полуострову, в каждом городе и поселке. Для крымчан сегодняшний праздник особенный. День России здесь отмечают всего второй год подряд. Но жители полуострова себя всегда чувствовали частью большой страны. Ведь история Крыма и Севастополя неразрывно связана с историей России. Ольга Армякова, Антон Березин и Дмитрий Федорченко. Вести из Севастополя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова